В Ульяновском областном художественном музее открылась выставка «Соединяя берега Отечеству» епископа Александровского и Юриев-Польского Иннокентия и заслуженного художника РСФСР Бориса Французова. Епископ Иннокентий – в миру Яков Яковлевич Яковлев, архитектор и иконописец. В 80-х годах XX века он приобщился к церкви, помогая благоукрашать православные храмы. Владыка Иннокентий является членом корреспондента Российской Академии Художеств и удостоен золотой медали Академии. Борис Фёдорович Французов был одним из ведущих российских графиков последней трети XX века. Мастер работал в разных техниках, но именно в технике классического афорта им были созданы самые известные его художественные произведения – графические картины. Художник ушёл из жизни в 1993 году. Картины епископа Александровского и Юриев-Польского Иннокентия и художника Бориса Французова поражают точностью передачи жизни в российской глубинке, а также многоплановостью изображаемых евангельских сюжетов. На творчество обоих художников оказали большое влияние идеи русской интеллигенции 70-80-х годов XX века, осмысление русского национального сознания, так называемое новое почвенничество. Название выставки соединяя берега Отечества со звучным мировоззренческим поиском авторов. Берега Отечества – это не географическое понятие, а чаяние и надежда людей, живущих в разных местах нашей Родины. Работы художников выполнены в технике графики, классического и цветного афорта. Это гравюра, гравюра на металле, цветная гравюра. Её там много названий – афорт, мягкий лак, но всё это объемлится одним словом – гравюра на металле. Делается печатная форма с механическими способами, потом забивается краской и оттискивается на бумагу. Выставка организована при поддержке Симбирской митрополии, Александровской епархии, а также Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области. Выставка, мне кажется, очень интересная и для нашего города явно будет иметь большую пользу для тех, кто будет посещать её и знакомиться с творчеством владыки Иннокентия. Я считаю, что это хороший пример сотрудничества епархии и Министерства культуры Ульяновской области. Я думаю, что это далеко не последний наш совместный проект. На мой взгляд, главная ценность этой выставки, что она не только соединяет берега, но она должна обязательно соединить человеческие сердца. Потому что здесь всё о человеке, о том, как он существует в этом замечательном мире, подаренном ему. И каждый, кто, полагаю, посмотрит эту выставку, должен ещё и ещё раз задать себе вопрос, а как я проживаю свою жизнь и какой след я оставлю после себя. Спасибо огромное всем организаторам. Я думаю, что благодаря продолжительной работе выставки, которая распахнула свои петь до сентября, наших горожан и гостей, имеется возможность прикоснуться к прекрасным всех. Приглашаю вас, идите на замечательную выставку. Торжественное открытие выставки предварило выступление архиерейского мужского хора Симбирской метрополии под управлением регента Романа Хитёва. Хор исполнил несколько духовных песнопений и народную песню «Вниз по матушке по Волге». ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Участников открытия приветствовал митрополит Симбирский и новоспасский Лонгин. Епископ Иннокентий рассказал о своём коллеге Борисе Французове и поблагодарил за приём жителей города. Я благодарен вам за это, за ваше участие в моём творчестве. Моё, оно не моё, оно полностью, так сказать, подлежит церковь. И, надеясь, если Господь даёт какие-то таланты, даёт яркие таланты, и они, как правило, не очень, так сказать, представят детали для тех, кто их несёт. А на самом деле талант должен Бог принадлежать этому, и ему нужно возвращать его. Поэтому такие высокие, конечно, слабые, не всегда достойные этого становишься. Но вот самый главный талант, это талант, конечно, любви, которая несётся. Поэтому я сердечно вас всех приветствую и благодарю. Затем гости ознакомились с выставочным проектом «Соединяя берега Отечества». Никто из посетителей выставки не остался равнодушным. Мне очень понравилась выставка, все сказали очень проникновенные речи, прекрасные картины. Я вообще человек очень впечатляющийся сильно, и поэтому я получила массу эмоций, удовольствия, прежде всего, от картин. И я очень надеюсь, что у нас будут проходить подобные мероприятия в городе намного чаще. Выставка «Соединяя берега Отечества» будет работать в Ульяновском областном художественном музее до 8 сентября. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия.